МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Крысы облюбовали мусорные контейнеры. Многочисленные видео от карагандинцев заполнили соцсети. Городские власти рассказали о мерах по борьбе с грызунами. Парламентарии Майра Айсена посетила Карагандинский центр обслуживания населения. В Карагандинской области продолжается рабочий визит депутатов парламента. В апреле 1995 года на участке таджико-афганской границы произошел бой с маджахедами. Сводная рота казахстанского батальона внутренних войск потеряла 17 бойцов. Более 30 были ранены. 7 апреля Национальная гвардия Казахстана отмечает День мужества. Обо всем более подробно. Крысы наводнили Караганду. Такое заявление в соцсетях делают жители города, выкладывая многочисленные видеосъемки. Горожане отмечают, что чаще всего грызуны поселяются возле мусорных контейнеров. Власти района имени Казабигби уже признались, что неоднократно предупреждали и даже штрафовали сотрудников компании Горком Транс за невывоз мусора. На этих кадрах, снятых на мобильный телефон, видно, как крысы безбоязненно прогуливаются по контейнерной площадке. Карагандинцы делятся подобным видео в соцсетях, заявляя, что грызуны наводнили областной центр. Комфортнее всего крысы чувствуют себя возле мусорных баков, куда свои отходы сливают крупные торговые объекты. В первую очередь продуктовые магазины. Развелись крысы из-за помойки, из магазина выкидывают остатки, пищи и все прочее. Теперь вот это все зальет, сейчас начнет потепление, и все эти крысы пойдут в дома. Будут грызть кобеля и все прочее. В администрации района имени Казабигби города Караганды заявили, что уже имеются факты предупреждения и штрафов в отношении сотрудника фирмы Горком Транс за нерегулярный вывоз мусора. В данной ситуации содержимое мусорного контейнера магазина Акжол, который находится за супермаркетом, не вывозился несколько дней. А все потому, что бизнесмены не заключили договор на вывоз. Но в ближайшее время ситуация улучшится, заверяют в компании Горком Транс. Более того, в ближайшие дни коммунальщики начнут травить крыс на контейнерных площадках. Непосредственно гиротизацию на контейнерных площадках производит наша компания. Мы приступаем к этим работам в соответствии с сезонными погодными условиями. То есть на сегодняшний момент эта работа нами ведется подготовительная. В ближайшее время после потепления и благоприятных погодных условий мы приступим к гиротизации. В частности, проблемные участки, которые по Ежаново-36, Ежаново-52 дома. Люди обращались в местный спортивный орган. Там в первую очередь будет проведена работа по гиротизации. Что касается уничтожения крыс в подвалах жилых домов, то уже заключен договор с компанией Sunlab. Выделены деньги. Об этом Аким района Татьяна Шатохина сообщила в ходе брифинга в службе региональных коммуникаций. Выделено на это 5 миллионов 67 тысяч тенгер. Ухожу на что? Разъясню на что? Именно гиротизация в домах без хозных. То есть, чтобы не было распространения грызунов на соседние дома. Далее, в тени этого вопроса по льду недавно была в одном из соцсетей, в одном из телеканалов информация по Ежану-55, контейнерная площадка Крыса. В данный момент гиротизация там осуществлена и будет осуществляться еще, потому что одно будет мониторинг и осуществляться еще будет. И это не только по этой контейнерной площадке. Подлежащая к обработке площадь составляет около 340 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в районе имени Казыбекби обработано 446 объектов. До конца весеннего периода планируется обработать подъезды и подвалы еще 154 безхозяйных домов. Ядовая приманка, брамадилон называется, это обычное зерно отравленное, 0,25% яда здесь. Действует в течение двух суток. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Рабочий визит депутатов парламента Республики Казахстан в Карагандинскую область продолжается. Одна из народных избранников Майера Айсена посетила один из центров обслуживания населения города и ознакомилась с рабочим процессом. Также в ходе встречи столичная гостья провела беседу с сотрудниками учреждения о пяти социальных инициативах. Депутат Мажелиса парламента Майера Айсена интересуется тем, довольны ли люди работы сотрудников Центра обслуживания населения. Побеседовав с карагандинцами, народный избранник убеждается в том, что в регионе проделана внушительная работа по улучшению качества оказания государственных услуг. Депутат отметила, что во время всех рабочих поездок по республике она старается уделить больше внимания общению с населением, ведь вся работа членов парламента направлена на повышение благосостояния граждан. В Карагандинскую область депутаты приехали с целью разъяснения пяти социальных инициатив президента. Сейчас у нас основная задача – это разъяснить людям пять инициатив президента, потому что есть тонкости. Иногда спрашивают, что их разъяснять, люди уже типа прочитали, да? Но прочитать это одно, а если вопросы у людей возникают, надо разъяснить какие-то тонкости. Поэтому мы стараемся это донести. И второе, конечно, мы для себя ездим больше, потому что мы законы пишем, сами знаете, для людей. За каждой строкой закона – это человеческая судьба. Поэтому нам важно знать те законы, доходят они эти законы до людей, они могут использовать его, реализовывать и так далее. Но я должна сказать, конечно, по карагандинцам у меня вообще особое отношение, поскольку я здесь все-таки училась, моя трудовая жизнь проходила. Поэтому, конечно, я должна отметить, что карагандинцы более продвинутые по сравнению с некоторыми регионами. Депутат Мажелиса подчеркнула важную роль, отведенную Центром обслуживания населения. Майра Араповна сравнила цоны с культурными центрами, отметив, что именно здесь граждане должны учиться взаимоуважению и пониманию. Если раньше мы говорили, что культурным центром все-таки больше является школа, клубы, то сегодня, мне кажется, потихоньку культурным центром становится и цоны, потому что люди здесь практически все бывают. Поскольку оказывается 746 услуг населению от государства, то практически каждый день люди идут сюда. А когда они приходят сюда, то они должны, соответственно, не только получать саму только услугу, как я говорю, но, наверное, частичку урока взаимоуважения, взаимопонимания. И я думаю, что в этом плане все-таки мы обращаем внимание и на работы цонов, как место дислокации практически всегда наших людей. Напомним, 2 апреля в Караганду прибыли депутаты Сената и Мажелиса парламента, чтобы разъяснить трудовым коллективам, студентам и жителям городов и районов социальную программу президента, направленную на улучшение качества жизни населения. Завершающим мероприятием рабочей поездки народных избранников стала встреча с сотрудниками одного из филиалов Центра обслуживания населения. В Караганде подписали план совместных действий по развитию и мониторингу местного содержания на 2018 год. За круглым столом собрались представители отраслевых ассоциаций, палаты предпринимателей, а также институтов развития и системообразующих предприятий. Мероприятие прошло под председательством заместителя Акима Карагандинской области Алмаса Айдарова. Круглый стол был организован с целью разъяснения мер государственной поддержки и обсуждения проблемных вопросов. Заместитель Акима области Алмаса Айдаров обозначил сферы, требующие пристального внимания. К таким он отнес сферу закупок. Как отметил Алмаса Айдаров, крупные предприятия, такие как Арселор Миттл Цимиртау и Казахмыс, ежегодно приобретают товары и оборудование из других стран на миллиардную сумму. В части закупок товаров есть еще где работать. Только Казахмыс с Арселором еще порядка 100 миллиардов тенге ежегодно закупают импорта. В основном оборудование, технологическое оборудование, да, есть сложные материалы, но есть небольшие какие-то детали, которые мы могли уже здесь на местном уровне накализовать. Но тут сложный момент. Тут такая ситуация, курица, яйцо. Система оборудования говорит, вы сперва постройте, наладьте, потом мы будем разговаривать о закупке, о закупах. Наши инвесторы, которые должны вложить значительные средства в это, они говорят, нам нужен сперва в тейк контракт, чтобы у нас была гарантия потребления на пять лет. В общем, такие моменты есть. Это надо в каждом по отдельности работать. Однако заместитель Акима добавил, что и Арселор Миттл Симиртау, и Казахмыс готовы закупать все необходимое у местных производителей, если те обеспечат их качественным товаром. Скажу честно, ни Арселор, ни Казахмыс не противятся абсолютно. Если реально есть производитель местный, если он по цене доказывает и подтверждает то качество, которое ранее они пользовались, без проблем они готовы здесь закупать. Никаких там лобби, никаких там барьеров на это не существует. Более того, Казахмыс даже вокруг себя кредитует еще малый и средний бизнес. Есть примеры, когда он сам выделяет денежные средства, чтобы они организовали это производство, а потом взаиморасчетом, товарами это покупают. Ну, такая идеальная, наверное, модель. На мероприятии собрались представители региональной палаты предпринимателей, институтов развития, партии Нур-Отан, системообразующих предприятий области, а также свыше 150 предпринимателей. Среди них и Азамжан Успан, управляющий директор первой в Казахстане компании по утилизации авто. Уникальное предприятие является одним из крупнейших проектов, перерабатывающей отрасли нашей страны. Ежегодно на заводе утилизируют 50 тысяч машин. Азамжан Баталбекович также отметил, что в регионе установился благоприятный для развития местного содержания климат. В 2016 году на строительство завода местные власти выделили участок земли на территории специальной экономической зоны СРРК, а также оказали всю необходимую поддержку. Господдержка, в частности, исполнительных органов именно Караганинского региона была оказана на момент строительства. Это было выделено земельным участком на территории СССРРК в специальной экономической зоне. Есть, соответственно, определенные льготы как по налогоблажению, так же и по определенным процедурам, которые возникали на момент водоэксплуатации самого завода. Также были предоставлены меры от поддержки на момент приобретения оборудований, их от растаможки, на момент строительства в основном. Доля местного содержания на отечественном рынке составляет 52,7%. Как отмечает в Национальном агентстве по развитию местного содержания «Надлог», ситуация на рынке региона меняется очень быстро. Динамичное развитие предприятий в различных отраслях способствует повышению конкурентоспособности местных производителей. По Караганинской области динамика хорошая, мы это видим, и много открывается новых интересных предприятий, предприятий, которые делают продукцию, которая ранее не выпускалась, да и по сути, наверное, некоторые даже уникальные вещи. Самое, что примечательно у наших предприятий, у караганинских предприятий, уже появляется такой подход с наукой, то есть с применением новых технологий. Это то, что как раз сейчас необходимо. Иначе мы просто не сможем развиваться дальше. Круглый стол, посвященный налаживанию кооперационных связей между отечественными товаропроизводителями, завершился подписанием плана совместных действий по развитию местного содержания на 2018 год между Акиматом Карагандинской области, Национальным агентством по развитию местного содержания «Надлог» и региональной палаты предпринимателя от Амикен. Тоже Анлянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант». Город Санкт-Петербург. Впервые в Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 апреля проведет личный прием пациентов. Головные боли, мигрени, шум в ушах, межпозвонковые грыжи. Убирать причину хондроза, сколиоза. Используется уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и вашим детям жизнь без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Казахско-турецкий лицей в Караганде ныне инновационный лицей номер один. За годы своей деятельности выпустил более 750 учащихся. 10% лицеистов сдали на аттестат Алтынбельга. 100% выпускников поступили в ВУЗы Республики Казахстан и зарубежные учебные заведения. Престиж инновационного лицея не падает. Наоборот, с каждым годом сюда стремятся попасть все большее количество шестиклассников со всех уголков Карагандинской области. Уже началась регистрация молодых претендентов на звание лицеиста. Она продлится до 28 апреля. Сегодня на одно место при поступлении в инновационный лицей номер один приходится 10 претендентов. Лицеисты изучают казахский, английский, русский и турецкий языки. Осуществляется профильное обучение предметов естественно-математического направления в 10-11 классах. Ерслан Абабаев 4 года назад поступил в лицей, выдержав непростой конкурсный отбор. Сегодня он десятиклассник и твердо уверен в своем будущем. Так как это школа, она интернат, здесь учатся ребята и живут же здесь. Также есть воспитатели, которые воспитывают детей не просто, что плохо, что хорошо, что надо делать в будущем, но и растят в ученике, в младшекласснике лидера. Сейчас данная цель ближняя – это поступить в универ за рубеж. После этого закончить этот универ, уже поступить на магистранта, закончить бакалавр на chemical engineering, заняться IT и открыть свою сферу. Ерслан – участник международных олимпиад и его награды вложатся в копилку инновационного лицея. Здесь формируются качественно новые модели выпускников, как полиэтнической и полиязычной, конкурентно способной личности, владеющей инновационными технологиями, компьютерными навыками, ведущей здоровый образ жизни и истинного патриота Казахстана. Артем Буланин приехал поступать в лицей из Балхаша. 13-летний паренек убежден, что именно здесь он откроет новые горизонты своей будущей жизни. Сразу захотел сюда поступить, потому что нам говорили, что множество выпускников, они сейчас учатся на гранте, они учатся в престижных университетах. Также я хочу поступить сюда, чтобы изучить языки разные, чтобы узнать много нового, узнать предметы на других языках. Среди лицеистов 485 областных призеров по предметным олимпиадам, 86 республиканских и 111 международных. В Назарбаев университет поступили 118 лицеистов. Более 150 выпускников успешно прошли обучение по президентской программе «Булашак». А сегодняшним шестиклассникам предстоит преодолеть два тура тестирования. Первый состоится 27 апреля в городах и районах области, а 29 апреля второй тур уже пройдет в Караганде в инновационном лицее номер один. 10 вопросов по истории Казахстана, 10 вопросов по казахскому языку и по 20 вопросов математики и логики. На все вопросы по приему в инновационный лицей номер один можно получить ответ по адресу Караганда, улица Октюбинская, дом 1А. Контактные телефоны 37 11 02 37 13 65. Открываем мир профессии. Под таким названием прошел первый областной форум, посвященный профессиональному самоопределению школьников. В мероприятии приняли участие 150 учеников со всего региона. По окончанию форума 9 лучших карагандинских школьников отправятся отстаивать честь области на республиканском конкурсе. В современном мире один из самых важных выборов в жизни каждого является выбор профессии. Чтобы каждый казахстанец мог в полной мере реализовать свой потенциал в подходящей мультфере, сотрудники управления образования и научно-практического центра Сарар-Кадары уделяют огромное внимание вопросу профориентации. Впервые на территории региона состоялся форум под названием «Открываем мир профессии». Более 150 учеников собрались в областной специализированной школе-интернате для одаренных детей Минагмета Нурмакова, чтобы поворотся за победу и возможность защищать честь области на республиканском конкурсе. У нас участвует более 150 человек со всех районов городов. Это победители своих этапов на месте. И сегодня будут выявлены победители, которые будут представлять нашу область на республиканском этапе. Стоит отметить тот факт, что дети в своих работах будут отражать специфику тех специальностей, тех своих профессий, в которых они видят себя в будущем, они будут доказывать, почему та или иная специальность лучше, какие проблемы существуют. Мы поймем и увидим свежий молодой взгляд на текущие проблемы в сфере трудоустройства, в сфере востребованности специальностей и других текущих вопросов касательно именно профессии. Поэтому форум имеет такое символичное название «Меняем мир профессии». Видеорассказ, эссе, презентация и КВН. Школьников не ограничили в способах выражения собственного мнения о востребованности профессии. Организаторам хотелось узнать то, каким видят подростки рынок труда Казахстана. Каждый из участников говорил о профессии своей мечты, ее особенностях и значимости. Для Анастасии Пантюхиной желанной является работа фельдшером. Ученица Пржевальской общеобразовательной школы мечтает поднять отечественную медицину на новый уровень. Я хочу представить профессию врач, потому что в нашей стране с медициной очень большие проблемы. Потому что если мы хотим выйти на уровень, как за рубежом, например, у них медицина, она доступна всем. То есть неважно, у человека есть деньги, нет денег. То есть медицина, она равна для всех. И элементарно у нас в стране всегда есть проблемы с первой помощью. Потому что, к примеру, в селах, например, фельдшерские пункты, они иногда не в состоянии достать помощь. И просто это доставляет очень много проблем людям. Я хочу показать всем, что мы нуждаемся в том, чтобы помочь молодым людям развиваться. И государство должно в этом нам помогать, потому что образование медика – это очень дорого, а медики нам нужны. Следует отметить, что к участию в форуме допустили не всех учащихся. Согласно условиям, в конкурсе участвовали школьники от 13 до 16 лет. Организаторы посчитали, что именно в этом возрасте детей важно и нужно приобщать к профессиональному самоопределению. Девять лучших участников после завершения форума отправятся в Петропавловск для участия в республиканском конкурсе. Организаторы намерены сделать данный форум традиционным мероприятием. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. День мужества пройдет в Национальной гвардии 7 апреля. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1995 году, в Таджикистане в неравном бою с боевиками погибли 17 казахстанских солдат внутренних войск. Памятное мероприятие в Караганде состоится в региональном командовании Орталык Национальной гвардии. В предстоящую субботу в эфире Первого Карагандинского смотрите ток-шоу «Шахар», посвященное этой теме. Колонна остановилась против ущелья Чехров. И здесь третья ряд засада тех группировок. То есть, имеется в виду оппозицию. Личный состав в целом действует. Уменно, четко, хотя имея много потерь. 23 года прошло с того дня, как сводная рота внутренних войск из состава казахстанского батальона по охране участка таджикско-афганской границы приняла неравный бой с боевиками таджикской оппозиции в Пшихаврском ущелье. Произошло это 7 апреля 1995 года. Ни до, ни после никогда еще Казахстан не терял в одночасье стольких своих сыновей. Тем апрельским днем погибли 17 молодых казахстанцев. И более трех десятков были ранены в жестоком смертельном бою. Среди погибших – карагандинец Еркебулан Макожанов. Он родился в совхозе Женис Жасказганской области. Его именем названа школа в родном селе, а также одна из улиц. Совет ветеранов не забывает родителей карагандинского героя. Только вот это практически единственная поддержка. «Мы остались одни с моим супругом. Нам никто не помогает. Иногда помогают жасулановцы. Дали имя сына улицы. От государства помощи нет. Сначала платили пособие в размере трех тысяч тенге. В 2011 году мне дали звание мать-героиня. С тех пор пособие убрали». Ветераны с горечью говорят о том, что до сих пор в Казахстане не определен статус участников конфликта на таджикско-афганской границе в апреле 95-го. Многие из них заявляют, что достаточно было бы приравнять их к ветеранам афганской войны. Но, видимо, еще не пришло время. «Мы к этому вопросу относимся пока умеренно. Почему? По одной причине, что некоторые до сих пор вопрос поднимают. Почему нам, со стороны государства, не оказывается помощь, допустим, как ветеранам афганской войны? Наш ответ им на заданный вопрос. «Мы отвечаем, значит, потерпите. Будет время, подойдет время, этот вопрос, видимо, поднимется на уровне правительства и примется какое-то решение, которое позволит, естественно, в плане оказания помощи однозначно, видимо, решиться. Но на данный момент этот вопрос, видимо, еще не созрел». В настоящее время в региональном командовании Орталы к Национальной гвардии и по сей день несут службу участники тех событий. Это полковник Савердин Эмиров и майор Азиз Искаков. Стоит отметить, что славные героические традиции внутренних войск продолжаются и сегодня. Примером для молодого поколения служит и героический поступок полковника Кайрата Умбетова. Символично, но именно 7 апреля, два года назад, при проведении гранатометания с личным составом срочной службы, рискуя собственной жизнью, он прикрыл своим телом молодого солдата и спас его от гибели. «События, произошедшие именно в тот роковой день, 7 апреля, на Таджикско-Афганском участке государственной границы, являются особой и значимой ролью в целях воспитания каждого воина Национальной гвардии. Независимо от давности события, независимо от количества тех событий, обстоятельства, сложившиеся в тот день на данном участке, по сей день в памяти у каждого воина и оставлять свой отпечаток в период прохождения всей воинской службы каждым военнослужащим Национальной гвардии». Внутренние войска, ныне Национальная гвардия, одно из немногих войсковых подразделений, которое в мирное время несет боевую службу, будь то охрана общественного порядка, участие в миротворческих операциях, ликвидация бандитских формирований. И каждый раз солдаты и офицеры остаются верными присяге. 7 апреля традиционно День мужества пройдет во всех регионах страны, где дислоцированы части Национальной гвардии. Личный состав, ветераны, сослуживцы погибших, друзья и товарищи соберутся у памятников, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто до конца выполнил воинский долг. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Соболмстер. Субтитры подогнал «Симон»